Всем привет, с вами Вячеслав Витек. Суперфинал последнего тура среди мужчин получился довольно интригующим. Ну а перед показом партии я напомню вам турнирную ситуацию. За тур до конца лидировали два человека, это я не помнящий, и Сергей Корякин. Да, и теоретически на победу в турнире претендовал еще и Федосеев. Да, только эти три человека. Но если я не помнящий в последнем туре сделал ничью, то вот Сергею Корякину повезло меньше. Он проиграл, проиграл мотивированному перед последним туром Данилу Дубову. Ну и собственно сегодня эту партию я вам и покажу. К тому же, ну вот как часто бывает, друзья, приходят уведомления, там соцсети разрываются от шахматных блогеров с пафосными вывесками, мол, дебютная бомба Данила Дубова, бла-бла-бла. Ну, поразительно, люди даже не пытаются вникнуть, что собственно происходило. Да, и сегодня я вам попытаюсь пояснить. Никакой дебютной бомбы, конечно, не было, но давайте обо всем по порядку. Итак, Е4, Е5, Кунь Ф3, Кунь С6, С4, С5, С3, Кунь Ф6 и Д4. Да, по сути, классическая итальянская партия, так еще играли несколько столетий назад. Да, ну понятно, что в наше время в основном играют тишайшую итальянскую, связанную прежде всего с ходом Д3. Но и Д4 ход, конечно, возможен. А вот на ЭД Дубов применяет крайне редкое продолжение, он играет Б4. И вот теперь поподробнее. В чем, собственно, на мой взгляд, правильность выбора Дубова? Ну, во-первых, позиции получаются нестандартные, это раз. Во-вторых, скорее всего, эта линия была глубоко проанализирована Дубовым, это два. Объективно, эта линия не приносит черным больших проблем, это тоже важно отметить. Но характер позиции, безусловно, я думаю, не сильно нравился Сергею Корякину. Все-таки он больше тяготеет к стратегии, к позиционной игре. А здесь вот на первый план выходит динамика и тактика. Следует ход слом Б6 и Е5. Здесь уже у черных принципиальный выбор между двумя продолжениями. Стандартная реакция на ход Е5, это либо Д5, либо К4. Каякин выбрал ход К4, возможно, Д5 даже было принципиально. Ну, я вот покажу примерный вариант. Наверное, белым следует играть Е, может последовать Д, ФСЕ2, шаг, слон Е6 и Б5. Это крайне интересная позиция. Я думаю, что прежде всего именно ее анализировал Дубов. Здесь у черных тоже большой выбор. Есть продолжение и Конь А5, и Д3, и даже Конь Б4. Кстати, этот ход мне нравится больше всего. Ну, скажем, на ФЖ можно пойти Ладья Ж8 и на ЦБ пойти ФСЕ6. Да, черные пожертвовали фигуру, но мощный пешечный центр. Два слона. Да, эта позиция, конечно, крайне сложная. Идти сюда без анализа, конечно, опасно. Но, на мой взгляд, ученых здесь банально не хуже. Я бы все-таки скорее предпочел играть эту позицию черными. Но позиция, наверное, объективна. Если вот верить анализ оценкам шахматных движков, то позиция не выходит за рамки равенства. Скажем, есть ход А4, на что можно пойти ФЖ7. Ну и так далее. Да, но мы двигаемся дальше. Корякин сыграл Куни Е4, что тоже, в принципе, хорошо. Следует ход слон Д5. Слон Д5, да, тоже не самое популярное продолжение. Хотя ход вполне возможный. Следует ход КЦ3. Да, белый жертвует. Белый уже без двух. Но у черных проблемы с развитием. Следует ход слон Ж5. КЕ7, 2-0, А6. Слон А4. И вот здесь, на мой взгляд, возник критический момент в партии. Корякин сыграл 2-0. И, видимо, это уже серьезная неточность. Скорее всего, надо играть смело с Ж5. Да, и вот после слон Ж3 вновь у черных выбор. То ли сыграть сразу 2-0, то ли убить сначала коня. Ну, наверное, 2-0 может быть чуть точнее, не боясь того факта, что ослаблен король. Ничего форсированного здесь нет. Если пойти слон Б3, может последовать конь Ф5. И там дальше черным остается пойти Д6. И, по сути, они все проблемы решат. А вот до короля черных достучаться пока не получается. Ну, а скажем, если пойти ладь от С1. Да, вот здесь, вот секунду. Да, если здесь пойти ладь от С1, то все равно Д6, ЕД, конь Д5, ферз Д5, слон Е6. Да, и, как мне кажется, эта позиция просто не хуже у черных. То есть, друзья, ну, как бы я вам вариантами показываю, что ни о какой дебютной бомбе тут речи быть не может. Скорее всего, после G5 у черных объективно, наверное, даже перевес. Повторюсь, я ссылаюсь на оценки шахматных движков. Но, но, отмечу, на мой взгляд, правильный психологический выбор Данила Дубова, который не побоялся рискнуть, выйти в вариант, который может быть даже объективно и не лучший. Может быть, даже полукорректный. Здесь я вот не берусь окончательно утверждать с оценками. Но, на мой взгляд, после G5 у черных вообще нет никаких проблем. И, может быть, даже потенциально получше. Да, вот после хода 2-0 следует ход ладья Е1. Да, здесь черным уже не так-то просто развиться. Д6 хода нет, там ЕД на Е7 зависает. Ферз Е8, ну, по-моему, не от хорошей жизни уже такие ходы. Хотя и здесь пока ничего критичного. Слон Б3, А5. Следует ход слон Ф6. Да, вот уже здесь кажется, что туча сгущается над черным королем. Но здесь пока черные могли сыграть кони в 5. Ну и, скажем, на Ф3 естественный ход пойти Д6. На ЕД пойти Ф7. Да, и судя по всему, они все-таки решают дебютные проблемы. Ничего форсированного здесь я не нашел. А вот после хода сделанного Сергеем Корякиным, А4, позиция действительно становится уже близкой к проигранной. Следует ход слон С4. Конь Ж6. Ферз Д3. Д5. ЕД. Слон Е6. Видимо, на этот ход уповал Сергей Корякин. И здесь надо отдать должное Данилу Дубову. Ну, здесь он начинает играть очень здорово. Находит сильнейшее продолжение связанное... Связанный ход с эффектной Ж2 Ферзи. Это Ферз бьет Ж6. Ферзи, Ладья бьет Е6. Да, здесь Ферзи Ф7. Да, человеческий ход. Но вот движки здесь советуют первой линией. Ну, по крайней мере, у меня на большой глубине. Ход слон Ф2. Да, и... Ну, приведу там примерно... Да, да, вот здесь, секунду, я... Извиняюсь, да. А вот здесь вот Ферзи Ф7. И на слон С3. Вот здесь советуют слон Ф2. Хотя тоже почему понять сложно. Ну, Король Ф2, Король Аш8. Да, и здесь вот такой вот вариант приведу, как сильнейшая. Ладья С1. А я здесь, конечно, массу возможностей. Позиция крайне сложная. СД, Ладья Д6, Ферзи Ф5. Слон Д3, Ферзи Ф4. Ладья Ж6, Ладья Ф7. И да, безусловно, у белых очевидный, ощутимый перевес. Но вот опять же оценка там чуть больше пешки. Все-таки объективно этого маловато для победы. Возможно, на большей глубине оценка изменится в пользу белых. Но, как мне кажется, здесь черные имели все-таки неплохие шансы соскочить на ничью и спасти партию. Да, но Корякин слон Ф2 не нашел. Ну и, в принципе, здесь ничего удивительного нет. Это чисто компьютерный. Да, вот после Король Аш8, Ладья Е4. Это чисто компьютерный ход. Да, следует ход. Да, еще раз. Да, следует ход Король Аш8. Ладья Е4, Ферзи Ф5, Ладья Е7. А эта позиция, наверное, просто безнадежная. И Данил Дубов не испытывает проблем с реализацией. Дело в том, что пешка на С7 еще крайне опасная. Ферзь С2, слон Е5. Слон Ф2, Король Аш1. Слон Б6, Аш3. Ну, здесь вот как бы белые просто усиливают позицию. Особенно никуда не торопятся. Конь Ф5 приходит. Ну, и теперь Ладья С1. Уже С8 грозит. Да, ну и остальное, скажем так, добивание. Бить нельзя там С8, Ферзь. Да, ну, Король Ф5. И Ладья Ж8, Слон С7, Слон С7. Ферзь Б2, Ладья С5, шаг. Ладья Д8, да. Ну, и здесь, в принципе, Ладья И5 уже грозит. Вот. И позиция, конечно, черных уже абсолютно безнадежна. Ну, и к тому же у белых уже по факту большой материальный перевес. Да, вот такая вот партия, да, которая, по сути, лишила Сергея Корякина возможности стать чемпионом России. В итоге победу, на мой взгляд, все-таки заслуженно одержал я непомнящий. Я болел, в частности, именно за него. Да, ну и вот повторюсь, как мне кажется, вот я, ну, постарался, по крайней мере, да, более объективно рассказать, что происходило в этой партии. Без всяких пафосных там фразочек, дебютная бомба, там, бла-бла-бла. Да, вариант действительно был неприятный для Корякина, но это, прежде всего, психологический момент и правильный выбор варианта Данилом Дубовым. Я надеюсь, вам понравилась данная партия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok